Когда наш Господь Иисус Христос пришел в мир, Он хотел показать, что Он Бог. Было много способов, как это показать. Он мог, к примеру, явить какие-нибудь сверхъестественные, магические трюки, как, например, взлететь в воздух, вращаясь, и куда-то улететь. Он мог создать деревья, мог создать реки, он мог сделать всякие различные вещи, как Творец. Все виды вещей. Но что Он сделал? Он исцелял людей, хромых людей, глухих людей, слепых людей, людей с нефункционирующими конечностями, людей с органическими заболеваниями, даже воскрешал мертвых людей. Потому что это была не просто демонстрация силы. Это должно было быть проявлением божественного сострадания. И на самом деле Он говорит, вы никогда более не похожи на Бога, когда вы любите ваших врагов, людей, которые ненавидят вас больше всего. Бог являет Своё сострадание во Христе. Потому что Бог хотел, чтобы мир знал, что Он есть Бог, который милосерден. Он сказал Моисею, что Он человеколюбив, полон милосердия и доброты. Мы должны знать это о Боге, мы должны продемонстрировать это в нашей жизни. И если вы истинный верующий, преобразующая работа Святого Духа в вашей жизни будет являть это сострадание, потому что это побочный продукт преобразованной души. Между прочим, нужно еще сказать, что это еще не Евангелие. Но это то, что делает Евангелие так удивительно привлекательным. Не только это делает евангельское прощение грехов, избежание ада, входа в вечное небо, но все это делает привлекательным также преобразованная жизнь, полная любви и сострадания. Два идут рука об руку.